Всем привет! С вами Андрей. Приветствую вас на своем канале. И сегодня тема такая. На следующей неделе в нашем офисе запланирован медицинский осмотр. Ну что такое? Ну если кто сталкивался когда-нибудь с охраной труда, то знает, что не реже чем раз в два года все сотрудники должны проходить медицинский осмотр. Ну там всевозможные разные врачи, окулист, невролог, психолог, всевозможные там, кто еще, флюорография и какие-то другие анализы. В общем, собираемся мы всем офисом в 9 утра, идем в больницу и там, в общем, проходим всех врачей, после чего заполняют карту здоровья, в котором будут указаны якобы все показатели, которые получилось снять, там кардиограмма, анализы крови, мочи и прочее. Вот. И в связи с этим нам всем в офисе сказали приобрести специальные баночки для сдачи мочи. Интересно, я вспоминаю детство, каждый раз, когда нужно было сдавать анализы, почему-то это был очень вспоминающийся момент, нужно было брать какую-нибудь банку из-под майонеза, из-под горчицы, из-под детского питания, ее кипятить, потом, собственно, наполнять, потом закрывать, причем крышки почему-то были редкими, обычно закрывали каким-нибудь листом бумаги и резинкой для бегудей, все это дело скрепляли, потом приделывали туда табличку с фамилией, именем и в таком виде несли в поликлинику. Когда-то удавалось доносить неразлив, когда-то удавалось принести лишь половину, иногда медсестры не могли открыть банку и анализы не получались, но в 2015 году у нас настиг прогресс и в аптеках можно найти вот такие специальные баночки для сдачи анализов. То есть, приходишь в аптеку и говоришь, мне нужна банка или емкость для анализов. Весь такой смущаясь, потому что вокруг люди, а ты тут такой с таким интимным вопросом. А врач, точнее, продавец тебя спрашивает, а вам для анализов мочи или для анализов кала? Он говорит, для анализов мочи. И вот такой вот стаканчик продается, стоит он, по-моему, около 20 рублей. В такой вот одноразовой упаковке, герметично закрытой, который, в принципе, и используется в наши дни для сдачи анализов. В платных поликлиниках такие банки представляются бесплатно, в государственных клиниках нужно покупать за свой счет. Ну что здесь написано? Производство компании Benovi Medicine, контейнер одноразовый медицинский полимерный. Стерильный R. Для сбора биоматериала, для одноразового применения. То есть можно один раз наполнить, сдать, подписав, наверное, маркером своими фамилиями. И, в общем, и сдающему приятно, и врачу, который делает анализи, тоже приятно. Написано, что стерильно, хранить при комнатной температуре, регистрационное устояние такое-то. Отрадно, что производитель компании Peint, Санкт-Петербург. Интересно, что есть еще и срок хранения, 3 года с даты производства. При нарушении целостности упаковки не использовать. Вот такие вот стаканчики мы все купили, куда будем собирать, собственно, биоматериал. Объем 120 мл. То есть указания по применению. И здесь контейнер из упаковки. Берем, открываем. При этом герметично стеряется. Обратите внимание, здесь вот есть такая вот матовая поверхность, на которую маркером или, наверное, ручкой гелевой очень удобно нанести имя и фамилию свою. Сбоку на стаканчике есть, вот, не знаю, видно, не знаю, нет, риски с делениями. 20, 40, 60, 80 и 100 мл. Не знаю, для чего это нужно. Казалось бы, сколько сдал, столько и сдал. Но вот здесь вот есть разные риски. Видимо, степень успешности сдачи будет подтверждать. Так, дальше, что мы делаем с этим стаканчиком? А, где есть инструкция-то? Дальше. Открыть крышку контейнера. Крышка здесь вот крепится на избе. Кстати, материал очень приятный такой, мягкий пластик. То есть баночка вот так вот может немного сгибаться. Крышечка такая на большой избе, очень хорошо завинчивается. Так, открыли. Крышка, стаканчик. Читаем дальше. Поместить биоматериал в контейнер. То есть это вот так вот написано. Ну, давайте поместим биоматериал в контейнер. Так, мы возьмем наш биоматериал. Похожий по цвету. Вот, хороший материал. Откроем. Возьмем баночку. И будем. Мимо пролил, биоматериал наливать. Вот так вот наливаем. Наливаем, наливаем. Я налью 100 мл. Наверное, этого хватит для анализа. И дальше нужно плотно закрыть крышкой. То есть берем, наворачиваем. Наворачивается крышкой, пытаясь не обделываться. И вот в таком виде можно идти и сдавать. Немножечко пузыриться. Кстати, вкусно пахнет фантой. Сдавать, не забыв подписать сюда своими. Кстати говоря, в инструкции по применению не написано, что нужно своими подписывать. Ну, наверное, нужно догадаться. Вот, можно так вот перевернуть. Ничего не вытекает никуда. Ааа, нет. Правда, все вытекает. А-а-а-а-а-а. Баночка нифига не герметичная. Надо будет знать, что все-таки нужно ее вертикально нести и засунуть в какой-нибудь пакетик. То есть, нифига она не герметичная. Так, потом откроет вместе с троим, сделает анализы. Ну вот, такая вот баночка для мочи продается в любой аптеке. Из плюсов приятный пластик. Приятный внешний вид. Хорошо закручивающийся из крышки. Из минусов баночка не герметичная. Будете аккуратны. Не обдрешитесь, как я сейчас. Но сейчас-то я облился фантой. Чем обливетесь вы, сами знаете. С вами был Андрей. Сегодня был небольшой выпуск на медицинскую тему. Всем удачи, здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok